Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Формы и методы коллективных действий трудящихся». Читает лекцию председатель секции «Скорая медицинская помощь» Общероссийского профсоюза медицинских работников «Действия» Бобинас Григорий Вячеславович. Пожалуйста. Да, я возглавляю секцию «Скорая помощь» непосредственно нашего Общероссийского профсоюза работников здравоохранения и действия. Но в том числе я возглавляю инициативный комитет первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов Фонда рабочей академии. Поэтому я веду работу не только в своем профсоюзе по своему профессиональному признаку непосредственно среди работников здравоохранения, но еще консультирую и организую профсоюзы других отраслей. И мне эта тема очень близка и знакома сейчас. И сегодня я расскажу именно о тех аспектах, именно о тех моментах, с которыми приходится сталкиваться в последнее время. Именно в результате реальной работы с профсоюзами и не только медицинскими профсоюзами. И вот я, подготовившись к сегодняшней лекции, взял просто с одного из сайтов, которые освещают именно работу, именно те конфликты, которые возникают на территории бывшего Советского Союза. То есть такой есть сайт, это «Забастком». Соответственно, я с него снял буквально за сегодня, за вчера и за позавчера моменты, которые, именно конфликты, которые так или иначе заканчиваются. И вот на примере этих конфликтов мы с вами здесь попробуем разобрать, что было сделано правильно, что было сделано неправильно. И с точки зрения профсоюзной деятельности, профсоюзной работы, мы разберем вот эти конфликты. Но перед тем, как их разбирать, давайте введу у вас курс дела, с чем я непосредственно сталкиваюсь. Сталкиваюсь именно, когда консультирую вновь возникающие профсоюзы, либо людей, которые собираются создать профсоюзы, либо уже организованные ячейки, но с какими-то трудностями, которые возникли на местах. На данный момент мы находимся в самом начале пути. То есть, именно независимых профсоюзов, именно профсоюзов, которые формируются среди рабочих, они навязаны ФНПРовской элитой, их очень мало. И на данный момент просто возникает основная проблема – это просто собраться и организовать профсоюз. То есть, люди боятся сделать вот этот первый шаг. И вот этот момент надо говорить везде, на каждом углу. И я это говорю, и не стесняюсь говорить, повторять очередной раз, может быть, тысячный раз. Но я и здесь, на этой лекции повторюсь, что, чтобы создать профсоюз, для этого надо, по нашему законодательству, буквально три человека. То есть, собираются три человека, и для того, чтобы создать профсоюз, им надо всего лишь проявить именно волю. Найти эту волю и проявить. Собраться, проголосовать за создание профсоюза, выбрать из себя, из троих, соответственно, кто будет председателем, кто будет заместителем. Заместитель буквально по, допустим, инспектор по труду. И кассир. Вот три человека проголосовали, избрали вот эти три должности, профсоюз готов. Возникает сразу же вопрос, какой устав принять. Устав мы принимаем любой, вот просто из интернета скачиваем любой типовой устав, и в голове надо держать следующее. Первое, что профсоюз вообще никому не подчиняется, то есть не подчиняется органам местной власти. Поэтому ваше дело, какой это устав будет, вы можете эти изменения в устав вносить прямо на следующем собрании. Они прочитали, что-то не понравилось, либо начали работать, что-то не понравилось, что-то из устава просто вычеркнули, что-то внесли. И причем интерпретация того, что есть в уставе, это именно за вами. То есть не должен подойти какой-то дядя со стороны и говорить, у вас в уставе написано вот это, и поэтому вы должны делать так. Нет, то, что вы решили тогда, то, что вы конкретно думали, когда вы носили этот пункт, вы этот пункт и объясняете, что нет, нет, мы имели именно вот это, это наш профсоюз. Мы имеем в виду вот это. Поэтому собрались три человека, организовали профсоюз и уже началась работа. Совсем недавно, буквально в январе месяце, встречался с людьми, которые собрались организовать профсоюз и наконец-то профсоюз организовали. Что до этого было с ними? Они ходили из угла в угол в течение двух лет, соберутся, погундят, расскажут, как им плохо, разошлись. Есть никаких обязанностей, никакой организации и на следующий день, через неделю собрались, примерно то же самое. Ходили кругами два года и вот решили организовать профсоюз и только после того, как организовали профсоюз, у них пошла работа. Почему? Потому что появилась организация, потому что появился план работы, появились собрания. На этих собраниях пишется протокол этого собрания. В протоколе намечается, что будет сделано в ближайший месяц. Отчитываются, что было сделано или не сделано за предыдущие, какие были допущены ошибки. Учатся, то есть проводят различные конференции, посещают что-то именно в этом плане учебы. И получается, что люди просто за счет того, что организовались, уже идет планомерная работа. И вот у них в планах уже сейчас в плане конкретно стоит это написание проекта коллективного договора и выход с этим коллективным договором, соответственно, на переговоры с работодателем. Поэтому, товарищи, не надо бояться организовываться. Только после того, как вы организуетесь, только после этого именно начнется та настоящая работа по улучшению условий своего труда, по увеличению зарплаты, по улучшению вообще своей трудовой жизни. Без этого вы будете ходить из угла в угол и ничего не измените. Возникает вопрос, естественно, что где учиться и для чего учиться. Столкнулся с такой проблемой. Смотрите, встречаюсь с человеком, да, вот это было уже конкретно в этом месяце, в начале месяца. Встретился с человеком. Он состоит в профсоюзе фоноперовском. Но там, так как там невозможно ничего изменить, а чаще всего в НПРовских профсоюзах сейчас очень сложно что-то поменять. Но можно. Варианты всякие бывают, но конкретно в этом профсоюзе мало. Но даже он состоит именно в профсоюзе, но при этом не понимает вообще ничего в профсоюзной борьбе. Ну, именно, не то что в профсоюзной борьбе, а, то есть, находясь в профсоюзе, не понимает вообще, чем профсоюз должен заниматься. То есть, не понимает роли профсоюза на своем предприятии. То есть, находится совершенно на нулевом уровне. И получается, что есть два контингента. Те, которые уже что-то знают, и с ними работать, и объяснять какие-то нюансы их работы очень легко и просто. А другое дело, когда ты приходишь в совершенно нулевый коллектив, либо встречаешься с товарищами, как вот мы тут тоже, я встречался, по-моему, 6 марта с людьми, которые находятся на нулевом. То есть, они хотят что-то изменить, они поняли, что нужен профсоюз, но больше ничего не поняли, ничего не знают и нигде не учились. И получается, когда ты приходишь в такой коллектив и начинаешь с нуля им объяснять, то вот на это объяснение с нуля до того, что вот для этого есть коллектив, проходит от двух до трех часов. И после этого люди уже уставшие, они уже не могут воспринимать информацию и уходят. И естественно, вот из того, что так как для них эта информация была первая и очень много и, ну вот очень много и впервые, то, соответственно, они уходят. И у них от того, что о чем с ними разговаривали, но остается 20%. То есть, это уже проверено, через месяц они могут вспомнить из беседы только 20%. Поэтому есть такая методика, вот сейчас любое собрание, любая встреча с любым человеком, пусть группой людей, я уже провожу как собрание под протокол. То есть, ведется протокол собрания, во-первых, это и учеба, потому что сейчас нету такого понятия, как правильно провести собрание. То есть, вот с повесткой, соответственно, чтобы по этой повестке выступали конкретное количество времени, чтобы это все не затягивалось, чтобы был секретарь, который по повестке распишет все выступления. И в дальнейшем этот протокол собрания будет размножен и потом распространится среди тех, кто присутствовал. И потому что там написано, идет работа, люди понимают, о чем говорили, ничто не забывается, освежается к следующему собранию или во время работы по тем пунктам, которые были намечены. И вот этот момент очень серьезно помогает как можно короче вести любого заинтересованного человека именно в ту деятельность, которую мы и организовываем именно Рабочая партия России, наши профсоюзы независимые, именно соединение теории с практикой, с рабочим движением. Вот. Затронул тему переформатировать именно профсоюз, ФНПРовский профсоюз. Обсуждаем эту тему неоднократно. Наши товарищи бились на многих предприятиях за то, чтобы переформатировать профсоюз, но на данный момент опыт такой, я знаю только один, и то он был очень давно. А вот именно из свежего, что вот прям вот я знаю такой переформатированный профсоюз, вот у меня такого нет. То есть у меня есть наоборот, когда люди просто бились головой, бились за коллектив, объясняли, что надо что-то тут переделывать. Но там машина, тот механизм, который сложился за десятилетия, именно ФНПРовский механизм, который просто отсекает такие попытки быстро, вкупе с работодателем, чаще всего заканчивается ничем, и на данный момент все-таки приходим к выводу, что лучше создать свой сразу профсоюз, чем переформатировать что-то другое. Но еще раз говорю, что можно попробовать, но еще раз повторюсь, что попытки закончились все пока неудачей. Ну и вопрос возникает, где учиться, то есть где начать, сколько надо учиться и где учиться. На данный момент у нас с учебой по профсоюзной линии очень все тяжело. То есть те люди, которые имеют положительный опыт именно работы с профсоюзами, делятся сейчас на две категории. Первая категория – это та, которая провела там, допустим, одну-две реальных забастовки, то есть они имеют этот опыт, но нигде не светятся. То есть получается, что обладая каким-то, может быть, даже огромным опытом, этот опыт трансформируется в какое-то вот именно создание ореола вокруг себя. То есть получается, что да, вот мы знаем там какие-то люди, они когда-то там провели, но как это все происходило, чтобы они организовывали какие-то учебы, скорее всего, нет. Второе – это конкретные учебы, которые проходят, но на них вообще невозможно попасть. То есть вот по линии КТР, в котором я и состою, то есть мой профсоюз действия общероссийский, он состоит в КТР. В КТР проводятся учебы, но эти учебы, они тоже получаются закрыты. То есть получается, что те активисты, которые есть, допустим, в профсоюзе действия, они съезжаются в определенное место, и именно идет работа с активистами. То есть люди со стороны туда, по большому счету, не попадают, потому что есть момент, что многие активисты находятся в нелегальном положении у себя на предприятии, в своем лечебном учреждении, светиться не хотят, и поэтому это проходит в закрытом режиме, и только какие-то отдельные лекции вы можете увидеть именно в интернете, когда вы не видите там присутствующих, но вот какой-то материал могут показать. Но самая открытая площадка, которая на данный момент есть, и она очень важна, это российский комитет рабочих, который проходит в Нижнем Новгороде, соответственно, он будет проходить 20-21 марта, вот буквально через неделю он будет проходить в Нижнем Новгороде. Вот эта открытая площадка, которая именно приглашает всех поучаствовать, но особенный момент в этой площадке следующий, то есть там приглашаются именно рабочие, и которые уже смогли организоваться, то есть хотя бы на минимальном уровне. В чем заключается вот эта организация на минимальном уровне? То есть не идет речь даже о организации профсоюза на какой-то работе, ну на каком-то предприятии. Идет речь просто о создании банального рабочего комитета. То есть собрались люди в количестве пяти человек, избрали одного рабочего, что он от них, вот от этого комитета, поедет на российский комитет рабочих и будет там иметь право решающего голоса. То есть понимаете, да, банальщина. Собрались пять человек, вообще это никакая там не революция, не восстание, ничего. Просто организовались пять человек и поставили подписи, что вот они конкретно отправили человека на российский комитет рабочих. Ну даже вот такое вот, вот кажется для меня мелочные вещи вообще просто, ну что тут такого? Просто подписаться, что возникает куча проблем, а что же потом будет, да что же? Да никогда ничего не было, ничего такого. То есть человек просто приезжает туда, принимает участие в работе этого комитета российского, принимает там решения. Ну допустим от профсоюза, если я приезжаю, я там, у меня решающего голоса нет, потому что я не рабочий, понятно. Я из интеллигенции, но опять же у меня есть право совещательного голоса, что тоже там принимается. На меня непосредственно будет направлять моя первичная профсоюзная организация непосредственно на российский комитет рабочих. Но я еще раз повторю, понимаете, вот даже нет воли сейчас у населения, у наших рабочих, вот просто организоваться и подписать какой-то листочек, за который не расстреляет ничего. И разговор только, а вдруг чего-то будет? Да ничего не будет. Вот ничего никогда не бывало, а вот тут что-то будет. Да и чаще всего об этом никто никогда не узнает. Но опять же повторюсь, что именно российский комитет рабочих это открытая площадка, туда приезжают не просто рабочие, которые в том числе посмотреть и послушать, а есть люди, которые непосредственно ведут в том числе профсоюзную работу на местах и рассказывают, как у них это все происходит вот в конкретное время, что удалось добиться, чего не удалось, какие были ошибки. И непосредственно там я получаю лично, я получаю много знаний, а главное я общаюсь там с людьми, которые в этом рабочем движении уже не то, что один-два года, а там десятилетиями уже в этом рабочем движении. И там есть люди, которые провели забастовок больше, чем в год проходит забастовок там в Российской Федерации, потому что у нас сейчас забастовка и по незнанию называется просто приостановление работы по невыплате заработной платы, это у нас сейчас называется забастовка, хотя это просто не забастовка, а приостановление работы, коллективные действия. Вот. Третья проблема, с которой я сталкиваюсь, когда начинаю работать с людьми, они начинают спрашивать, естественно, что же делать нам? Вот мы создали профсоюз, три человека пришло, там 10, чем больше, тем лучше, да, вот мы создали, нас целых 37 человек, чем же нам заняться? Ну и рецепт очень простой, и он как бы сподвигается сразу на работу. В чем это заключается? Заключается просто банальная организация. Первое – это, естественно, надо проводить собрания один раз в месяц минимум. То есть эти собрания должны быть по повестке, по протокол, 7 минут или 5 минут на выступление, 3 минуты на прения, все это под протокол, в дальнейшем этот протокол распространяется, все понимают, до чего договорились, что решили, где что надо подтянуть. Второй момент – это, естественно, под эти протоколы надо завести огромную тетрадку, чтобы ничего не терялось. Третье – ну, собирать хотя бы какие-то минимальные взносы, чисто символические, то есть там идет вопрос, а сколько, а какие должны быть взносы. Это ваш профсоюз, вам надо определять, но иногда надо просто на бумагу, на печати, на какие-то удостоверения поставьте банально 50 рублей в месяц. Никого это не напряжет, эти 50 рублей в месяц, но это в том числе и дисциплинирует. Ну и какие надо документы? Естественно, надо собирать информацию, сразу же поставить себе задачу, сразу две глобальных. Первое – это собрать информацию, все, о предприятии, о своем, на котором вы работаете, сюда входит сразу же найти свой трудовой договор, если он есть. Чаще всего я сталкиваюсь с тем, что люди просто не понимают, что это такое, и многие говорят, у меня нет копии на руках, хотя разговор идет совершенно не о копии, потому что трудовой договор составляется в двух экземплярах, то есть первый экземпляр и второй экземпляр – это не копия, а в двух экземплярах. Вот этот второй экземпляр всегда выдается рабочему, он должен быть на руках. В этом трудовом договоре уже можно кучу информации собрать о том, к чему же надо стремиться. Второй момент – естественно, надо найти свой коллективный договор, который есть на предприятии, либо точно удостовериться, что его нет. Сразу третий момент – это свои должностные инструкции найти, часто они бывают именно в трудовом договоре, но часто также их и нету именно в трудовом договоре. Это отдельная бумага, свои должностные инструкции, ну и все документы, которые возможны. В интернете можно посмотреть и финансовые экономические отчеты, финансовые экономические отчеты своего предприятия. Опять же, если кто-то не понимает в профсоюзе, наверняка есть в профсоюзе люди, которые либо понимают, либо есть родственники, которые понимают в этих финансовых отчетных документах. Всегда, если это организация, всегда в этой организации есть варианты решить любую проблему, ну вот, например, даже найти и объяснить финансовые отчетные документы, которые есть в сети сейчас. У многих предприятий эта отчетность должна появляться, и они ее там выкладывают, но просто надо ее найти и понять. Ну и обладая вот этим спектром документов, вторая глобальная задача – это написать проект коллективного договора. Потому что тот коллективный договор, который есть на предприятии, но чаще всего его нету, то, с чем я сталкиваюсь, мне присылают коллективные договоры вот этих вот, которые написал работодатель, состоящий примерно из 6-7 страниц, в которых просто перечислено то, что есть в Трудовом кодексе, и сейчас его, ну, выполняется более-менее, ну, то есть, такие самые-самые статьи, которые что-то там гарантируют, но если в них разобраться, то, по большому счету, там они ничего не гарантируют, просто вот такие вот 7 пустых страниц. Соответственно, прочитав этот коллективный договор, вы поймете, что вам придется написать свой проект коллективного договора. И вот, написав проект коллективного договора, повторюсь, это делается достаточно просто, то есть, непосредственно есть фонд Рабочей Академии, на фонде Рабочей Академии есть сайт, на сайте выложено уже несколько проектов коллективных договоров. Естественно, это есть проект коллективного договора докеров Есть мой проект коллективного договора И еще нескольких организаций По-моему, сейчас порядка 10 Иван Михайлович, 10 сейчас примерно Да, там проектов Уже 15 Поэтому можно выбрать под свою специальность Но если вы не найдете именно под свой отрасль коллективный договор То, соответственно, вы должны понимать Что я свой коллективный договор Проект коллективного договора Именно писал на основании докерского, то есть на основании проекта коллективного договора именно грузчиков. И если мне подошла рыба, то есть я взял как рыбу именно грузчиков и я написал медицинский, то сами понимаете, что какой бы вы профессии не были, но одно дело быть именно у вас профессия какая-то, другое дело, что все мы работники и для нас практически все очень похоже, ну одинаковое. И для этого есть трудовой кодекс Российской Федерации, в котором в принципе профессии не указаны, указан работодатель и работник и вот в нем как раз это все и есть. Ну и для учебы надо не забывать, что надо читать регламентирующие документы, то есть допустим, чтобы заключить коллективный договор и быть примерно ориентированным, что, как и почему, достаточно прочитать первые 80 статей Трудового кодекса Российской Федерации. Это примерно страниц 45, но для взрослого человека, думаю, 45 страниц осилить не очень сложно. Прочитать, допустим, закон о профсоюзах, значит, это еще 40 страниц и вот это за неделю уже быть на голову выше всех своих сотрудников, а может быть и администрацию, потому что я как профсоюзник, ведя борьбу за свои права, сталкиваюсь с полнейшим непониманием администрации именно законодательства, по которому они осуществляют свою деятельность. Сейчас пошла еще такая вот, пошла еще такая интересная вещь в наших, при борьбе за свои права, именно при борьбе за коллективный договор, то есть вот сейчас Пенза заключила коллективный договор, сейчас в Екатеринбурге идет почти битва за заключение коллективного договора. В Карелии сейчас приступят к работе за заключение коллективного договора, столкнулись с такой вещью. Это то, что именно работодатель не понимает и не знает именно Трудового кодекса Российской Федерации, не знает нормативных актов, а если и знает, то умышленно эти статьи, которые идут для работников, он их просто опускает, уводит в сторону и говорит, что нет, нет, не положено, и на этом все заканчивается. Поэтому сейчас идет такой момент, да, естественно, коллективный договор должен содержать именно не нормы, он не должен по логике вещей, не должен дублировать Трудовой кодекс Российской Федерации, он должен все эти нормы в принципе улучшать. Но, потому что сейчас происходит в стране, мы понимаем следующее, что даже если мы переписываем нормы из Трудового кодекса Российской Федерации, просто упоминаем эти нормы в коллективном договоре, то они хотя бы начинают соблюдаться на этом предприятии. То есть, даже переписывание этих норм из Трудового кодекса в коллективный договор улучшает положение работников на предприятии. Ну, банальный пример. Все знают, что у нас 40-часовая рабочая неделя. Это прописано, что больше 40 часов в неделю работать нельзя. Так вот, соблюдая дословно Трудовой кодекс Российской Федерации, те же крановщики, которые сейчас страдают от того, что у них очень низкая зарплата, они могут, соблюдая именно Трудовой кодекс Российской Федерации, повысить себе зарплату. Каким образом? Есть такое понятие, как табель рабочего времени, который должен вестись. Редко где он ведется. Так вот, если добиться, что будет учитываться все рабочее время, которое есть на предприятии, непосредственно у этих же крановщиков, то получается следующее. Допустим, они вводят себе учет рабочего времени месяц. Да, суммированный учет рабочего времени. Ну, не неделя, а месяц. То получается, что если они переработали 2 часа, то им должны вот эти 2 часа заплатить в полутора на размере. Если же там переработка идет больше, то, соответственно, каждый следующий час после этих 2 часов в двойном размере. То есть, получается. Приходит крановщик на работу и говорит, товарищ вот этот вот, или не товарищ, господин, мой руководитель. Вы согласны, что надо работать в Трудовом кодексу Российской Федерации? Да. Вот и мне мой профсоюз это говорит. Вот рядом со мной инспектор труда. Мы организовали свой профсоюз. Вот инспектору труда, инспектор по труду, по охране труда спрашивает, есть ли у меня этот табель рабочего времени. Соответственно, возникает этот вопрос. До этого никогда не возникал вопрос. Инспектор по охране труда должен сразу составить акт, что этого табеля нет. То есть, как эти профсоюзы работают. Соответственно, он составляет этот акт. Акт – это такая бумажка, которая принимается везде. Открою вам секрет. Этот акт принимается даже в судах. Вот вы что угодно можете говорить, но если нет у вас бумажки, именно вот этого акта, ну разговора никакого. А акты принимают везде, еще раз говорю, даже в суде. Соответственно, в этом акте написано, что нету табеля учета рабочего времени. А если этот табель есть, то, соответственно, вот о тех переработках, когда они говорят, что им приходится и есть там где-то на кранах, да, что они оттуда не слезают по 12 часов. Есть какие-то случаи, когда человек просто спит там в этом кране, ну, видимо, там какие-то кабины есть. И вот он не слезает оттуда, просто обеспечивая работу. И понятно, что он работает, его там будет как-то, и он там подает дальше это все. То есть, получается, люди перерабатывают больше, чем там на 2 часа, больше, чем на 6 часов от нормального продолжительности рабочего времени. Так вот, добиваясь просто исполнения ТК РФ, вы банально можете повысить себе зарплату. И это законно, то есть, вы не идете ни на какую забастовку, выполните то, что тут написано непосредственно, то, что придумала, да, вот эта наша российская буржуазия. Ну, из того, что я сказал, давайте разберем, так как это все мы должны применять на практике, и я непосредственно это применяю на практике, то, соответственно, давайте разберем вот эти последние моменты, которые возникали так или иначе, о чем-то вы слышали, о чем-то нет. Еще раз говорю, я взял данные за Баскома за последние 2 дня, и мы с вами сейчас поймем, из того, что я рассказал, что сделано правильно, что сделано неправильно, и почему это все к этому привело. Значит, первое. Правительство Кузбасса отказались выплатить долги по зарплате бастующим шахтерам шахт Алексеевская и Заречная. Ну, здесь уже разговор идет о том, что там идет такое объявление, что типа именно в Кузбассе шахтеры этих шахт объявили забастовку. На самом деле, они там не объявляли забастовку, даже если они объявили забастовку, по большому счету, этого не надо было делать, потому что забастовку, когда ты объявляешь, там целая процедура объявления забастовки. Здесь достаточно просто коллективные действия. Какие коллективные действия? Приостановка работы. Приостановка работы в связи с невыплатой заработной платы. Причем мы сталкиваемся с этим повсеместно. Людям не платят месяц, второй, третий, четвертый, пятый, все сидим, ждем и ждем, что-то там случится. Чаще всего в нашей стране происходит невыплата заработной платы, когда работодатель начинает экономить на всем, для того, чтобы с этого предприятия обанкротить и с этого предприятия свалить. Поэтому, товарищи рабочие, если у вас не платят зарплату в течение месяца, вы уже должны приостановить работу и решить этот вопрос раз и навсегда. Двух недель. Да, да. И я как бы продолжу. Потому что, смотрите, сейчас по нашему законодательству нету такого понятия, как авансы зарплаты. По законодательству сейчас зарплату выплачивают два раза в месяц. То есть получается каждые 15 дней. Так вот, вам не выплатили зарплату вот эти за первые 15 дней. К следующим 15 дням вы уже должны созреть, остановить работу и дождаться, когда выплатят зарплату. Понятно, оформить все эти документы. Там это все несложно. Все пишется от руки. Каждый написал, отнесли, либо отправили по почте. Непосредственно к этому ролику мы прикрепим все вот эти документы, как это все делается. Но опять же разговор идет о том, что рабочие вот этой шахты Алексеевской, Заречная, они не объявляли забастовку. А если объявили, то это не нужно было делать. Это просто коллективное действие, которое реально приводит к выплате заработной платы. Но это не надо тянуть в течение долгого времени. Это надо делать сразу. Не выплатили, остановились, не работаем. То есть у вас договор о том, что вы работаете, вам платят. А если вы работаете, а вам не платят, договор уже нарушен. И не у вас это дело. Просто сидите и не работаете. Следующий. 5 марта медики детской поликлиники номер 2 Севастополя получили зарплату. Их вера в слова чиновников не оправдалась. Обещание, что все ошибки будут исправлены, не были исполнены. Ранее около 150 медиков подписали открытое письмо главе города. Вот это очередное... Я просто брал подряд, не выкидывая ничего, что творится в стране. Значит, медики написали какое-то письмо и им пообещали, что ошибки все будут исправлены. Получается следующее. У медиков нет своего профсоюза. Они это все записывали на камеру, писали какое-то обращение в письме. Ну, то есть, они делали так, что однозначно приведет к нулевому результату, либо очень ограниченному результату. То есть, это вариант стоять на коленях перед камерой и просить зарплату за февраль месяц. Вам выплатят за февраль месяц, но ситуация кардинально не изменится вообще. То есть, вам придется стоять на коленях за мартовскую, потом два раза в феврале, два раза в марте. И вот так вы будете стоять. Но, естественно, никто на вас внимания обращать не будет. И, скорее всего, после первого стояния на коленях, в принципе, с вами уже разберутся. Что надо было сделать? Естественно, вот этой детской поликлинике номер 2 Севастополя надо организовать профсоюз. То же самое надо бороться за коллективный договор. То есть, составить свой коллективный договор. Бороться за свой коллективный договор. Но главное, что это надо где-то закреплять. То есть, вот эти вот ошибки, которые будут исправлены. То есть, на данный момент, я даже понимаю, что там было. Работники даже не знают, как им платится зарплата. То есть, они не знают своего положения о заработной плате. И не понимают, как это все надо исправлять. То есть, если есть коллективный договор, и там есть положение о заработной плате, соответственно, можно вносить изменения. Если вам что-то там не нравится, то, соответственно, все изменения вносятся не в одностороннем порядке. А надо два представителя. То есть, работодатель и представительство работников. Опять же, что это обычно бывает? Но обычно это профсоюз. С профсоюзом легче. Если нет профсоюза, то надо собирать конференцию. На конференции обсуждать эту проблему. И в дальнейшем выходить на переговоры с работодателем об изменении в коллективном договоре. И непосредственно в положении об оплате труда. А здесь, получается, постояли на коленях. Им что-то пообещали. Нигде это не закреплено. Еще есть такая вещь сейчас у этих, у чиновников, какая-то дорожная карта. Вот у нас мы пропишем в дорожной карте, как мы это будем исполнять. Да нету такого документа дорожного карты. Нету. Понимаете? Вот пролистайте весь Трудовой кодекс Российской Федерации. Не найдете там никакой дорожной карты, которая подписывается работодателем и работниками. Третье. 11 марта Конституционный суд Краснодара отменил приговор Кировского районного суда Астрахани в отношении врача-психиатра Шишлова. Александр в ближайшее время выйдет на свободу. Могу прокомментировать это, потому что лично в этом участвовал. Вот здесь конкретно, представляете, профсоюз смог освободить именно одного из своих членов, именно уже который сидит. То есть, непосредственно Александр Шишлов просидел 6 месяцев уже. И наша компания, именно профсоюза, профсоюза действия, длилась уже примерно 10 месяцев. И она состояла из двух этапов. Первый этап это было просто, мы не знали, что его действительно посадят, потому что там просто все белыми нитками шито. Но его все-таки посадили. Мы просто были, ну мы проводили какие-то акции, пикеты. Но после того, как Александра посадили, мы сели, разработали следующий вариант именно борьбы за его освобождение. И именно в рамках профсоюза, общероссийского, вели эту компанию. И нам удалось, во-первых, поднять информационную на другой уровень. То есть, эта тема обсуждалась даже на втором канале российского телевидения. Задействовало было много блогеров. Мы собрали деньги, мы поняли, что с теми адвокатами, которые работают на местах в Астрахани, ничего не решить, там все куплено. Мы наняли других адвокатов независимых, которые приехали. И сейчас его освободили, но дело не закрыто, опять направлено на пересмотр. Ну просто, чтобы понимать, да, одно дело, это борется один человек, а другое дело, это в рамках компании целой, которая поддерживает много-много человек, именно профсоюз, именно вот ведется компания. То есть, ну представляете, в нашем государстве освободить из заключения человека. То есть, это случилось буквально вчера, ну у нас почта еще, вот почта дойдет до коми, когда дойдет до зоны, там за 6-7 дней, соответственно, Александр будет... А какое статье ему посадили? Именно название или номер? Ну номер можно назвать, да. Ну там типа халатности, приведшие к, соответственно, смерти. Ну пострадали 2 и более там подобное, что-то такое. Ну там очень долго это рассказывать, сейчас тема не об этом. Если интересно, можете ко мне на страницу зайти, Бобинов Григорий, и у меня там вот именно поэтапно, я там сейчас вытащил на свою главную страницу именно ролики, как эта вся борьба велась в течение последних 10 месяцев. Следующая. Администрация ООО «Стройтрансгаз Восток», дочерняя компания ООО «Стройтрансгаз», где строители вышли на стихийную забастовку, попросила неделю на разбирательство с выплатами зарплаты. Ну то есть разговор идет о том, что, может быть, слышали, на острове Русском строят очередной музей, там нам наняли рабочих, они туда приехали, и, как обычно, там бывает, им пообещали зарплату 120 тысяч, и эти деньги они не получают. То есть опять та же самая тема, и они опять объявились на стихийную забастовку. Опять разговор идет о том, что даже приехав вахтовики, приехав на какую-то стройку, понимая, что они там будут работать ни один месяц, ни два, ну, во-первых, надо спросить о своем контракте, о своем трудовом договоре, ну, за что ты работаешь, чтобы там было прописано это все. Ну и второй момент, если у вас возникают какие-то сложности, решать надо именно организация профсоюза, либо комитета. Профсоюз опять то же самое, собрались, решили там много народу, что все, сделаем профсоюз, и, соответственно, профсоюз уже решает вопросы, в том числе об этих условиях труда, то есть там возникло не только, что зарплату не платят, непонятно, как кормят, непонятно, в каких условиях живут. То есть, понимаете, да, проблемы одни и те же у всех. Пообещали зарплату им 120 тысяч, при этом они утверждают, что 30 тысяч у них из этой зарплаты вычли, то есть, без вопросов, но 30 мы у вас вычтем за еду, 20 тысяч мы за проживание и там подобное, и вот те там, допустим, 20 тысяч, которые остались, вот они остались, столько вы наработали, остальное вы вот настолько живете. То есть, чувствуете, да, не прописано ничего, на руках трудовых договоров ни контракта нету, как бороться? Ну, и один вариант – это организовывать, опять же, профсоюз и вести коллективные действия. Опять же, здесь разговор идет не о забастовке, а о приостановке работы, но опять на основании. Седьмое. О ситуации на рынке сахара. А вот так, по сахару, короче, закрывается завод. Закрывается завод у нас в России, в Татарстане, именно по производству сахара. Профсоюза там нету, всем выдают там уведомление о том, что предприятие аннулируется, но большинство складяют к тому, чтобы подписали об увольнении сами, то есть, без всяких выплат и компенсаций и тому подобное. То есть, опять нет профсоюза, некому вступиться. Единственный вариант, почему объяснение, объяснение, соответственно, руководства, почему закрывается завод – это не нужен сахар в стране. То есть, падает цена. Посмотрел вот специально, даже после этого залез, посмотрел, как цена на сахар падает. За последние три дня выросла с 19 до 24 рублей. То есть, получается, чуть ли не на 20% выросла с сахар, но завод закрывается. При этом интересная информация – это о том, что по данным ФСТ, тратата, вот этот есть какой-то союз сахаропроизводителей по России, постоянно 2 марта 2020 года работает один завод по переработке сахарной свеклы. А в 2019 году работал ноль завод по переработке сахарной свеклы. То есть, представляете, стране не нужен сахар. То есть, в принципе, в профсоюз бы, если это была бы организованная компания, возможно, можно было бы со своей стороны как-то повлиять на эту ситуацию вообще в целом по стране. Но так как там профсоюза нету, то и сказать нечего. Ну, сказали увольняться, и все, увольняемся. Компанию развернуть, именно компанию, подставивание целиком завода, когда у нас завода вообще нет. Видите, в 2019 году был ноль, а тот, который работает, он один, и его сейчас опять тоже закроют. Чувствуете, да? То есть, где наша, так сказать, продовольственная безопасность? Вот она, не соблюдается. Восьмое. Сегодня Борским городским судом Нижегородской области был восстановлен на работе машинист электровоза эксплуатационного локомотивного ДП «Горький сортировочный» Станислав Александрович Власов, председатель правковым первичной профсоюзной организации «Нижегородская магистраль», входящий в профсоюз. То есть, получается, восстановили профсоюзник, то есть, развернули компанию, он был в профсоюзе, он знал, что делает, он понимал, он учился, он был непосредственно в руководителе этого профсоюза, он понимает, что такое профсоюзная работа, что такое профсоюзная борьба, как бороться, и через какое-то время его восстановили. Это к тому, что вот есть профсоюз, есть нормальный результат. В Вятских Полянах 27 февраля водители автобуса Вятско-Полянская автоколонна 1322 объявили о забастовке. Со 2 марта инициативная группа требует увеличить зарплату на 15% и обновить автопар. В результате переговоров стороны пришли к соглашению об отмене забастовки при условии, что на индексацию зарплат направят часть выручных средств после повышения тарифа. Видите, да, то есть получается, есть профсоюз, есть стороны, то есть работодатели и профсоюз. Профсоюз вышел с конкретными требованиями, не то, что дайте нам зарплату за февраль, а конкретно увеличить зарплату на 15%, что вы сами понимаете по статье 134. 134 это можно, то есть статья 134 Трудового кодекса говорит о том, что повышение заработной платы должно включать индексацию и плюс повышение уровня реального содержания заработной платы. Соответственно, они как раз на это выходят. Если у нас сейчас ставят по прошлому году порядка 6%, да, не знаете сейчас? Поменьше. Поменьше, да, 5-4, то, соответственно, они выходят, ну, не принципиально, они выходят на повышение на 15%, и именно разговор идет об увеличении уровня содержания заработной платы. То есть, все это прописано в Трудовом кодексе Российской Федерации, но свое право надо отстоять. И непосредственно вот эти молодцы из Вятских полянах, Вятско-Полянская автоколонна 1322, при забастовке, видите, со 2 марта, сейчас 2 марта, сейчас получается какое марта, уже решили свои проблемы, ну, или в каком-то ключе в положительном двигаются за неделю. Чтобы понимать, насколько важны именно коллективные действия, то, соответственно, мой профсоюз действий, в котором я состою, у нас комплексно. То есть, у нас есть и коллективные действия, и так называемые сервисные услуги, либо просто работа с судами, прокуратурами и тому подобное. Из личного опыта. То есть, я подаю в прокуратуру заявление, чтобы проверили, ну, что-то там непринципиально, что. Через месяц они мне отзванутся, говорят, что это не наше дело, то есть, они берут 30 дней на рассмотрение того, что я подал. Это не наше дело, мы отправляем в ГИД. ГИД с ГИДом работа получает следующую, то есть, 30 дней, и ГИД берет для рассмотрения этого дела еще 60 дней. То есть, для того, чтобы просто понять, ну, правильно, неправильно, вот в Санкт-Петербурге все вот так вот делается. То есть, представляете, да, перегорит человек за 90 дней решения его проблемы. Действительно, перегорит, плюнет, бросит это все. Но в моем профсоюзе все не так. Мы понимаем, что у нас есть комплекс задач, которые мы должны решить. У нас есть требования, у нас есть цели. Каким-то целям мы будем идти быстро, каким-то идти медленно, но эта работа идет беспрерывно и без остановки. Ну, и главное, что поступательно. Нам все равно сколько ждать конкретно ответ на этот вопрос, потому что на данный момент мы добились того, что сейчас у меня в моей больнице, непосредственно поликлинике, наконец-то выделили деньги на эффективный контракт. В течение предыдущих пяти лет, после того, как мы подписали, что у нас есть эффективный контракт, нам на него деньги не выделялись. То есть, мне дали бумагу, где там было написано, что в каком-то году, по-моему, в 2018-м, на это было выделено 1%. Сейчас уже разговор идет от 10-15% на вот этот эффективный контракт. Это вот что сделал конкретно мой профсоюз действий за последнее время. Вот. Ну и, соответственно, профсоюз это делает, проводит вот эту вот компанию, может проводить именно компанию стойко-долго. Но опять же о сроках, да? То есть, когда мы понимаем, что нам придется тягаться с судами, с прокуратурами и тому подобное, все растягивается просто на месяцы. То есть, санитарок Ванжиро-Сужинский мы защищали с февраля по февраль. Но люди настолько вымотались, что они просто все равно махнули рукой, даже после восстановления, и уволились. Потому что это... А когда поднимается целиком коллектив, как в Пензе, все у них решилось буквально за два месяца, и в дальнейшем просто вот этот срок их мариновали именно при заключении коллективного договора. И видите, тут какой есть момент. Они сразу пошли на уступки. А вот эти уступки наши, профсоюзнические, они идут как слабость. То есть, вот уступили, а вот они пошли на это. Не надо уступать ни в чем. В чем они уступили, это вот Трудовому кодексу Российской Федерации, вот вся переговорная группа, которая выходит на переговоры по коллективному договору, должна освобождаться от работы со средней зарплатой. А они пошли на то, что освободили всего одного на один день в неделю. Ну, в общем, вот такой вот момент. А если было бы пять человек, там бы посчитали бы все эти вот убытки свои и согласились бы, наверное, быстрее. Вот это не три месяца день в день принималось, да, вот это растянули ровно на три месяца. А я думаю, за месяц бы все бы порешали именно в Пензе. Поэтому чувствуете, да, что вот коллективные действия, именно профсоюзные, когда есть организация, это когда есть план, когда все понимают, здесь мы действуем быстро, здесь мы терпим, здесь мы останавливаем работу. И никакая это не забастовка, а просто коллективные действия. Не надо там придумывать, что это забастовка. То, соответственно, результат есть. У нас даже в профсоюзе действий есть такой момент. Это же тоже надо до этого додуматься. И это как бы, например, мы подали в трудовую инспекцию какую-то жалобу, да, она не удовлетворена, вообще непонятно. То есть мы не понимаем вообще инспектор, что он куда вообще смотрит. Он, наверное, работает на кого-то. Мы подаем в суд на этого инспектора. То есть мы понимаем, что нам все равно в этом городе жить, нам работать на этом это, все равно сколько это продлится. То есть профсоюз сначала подает жалобу в это, если не удовлетворили и видим, что это потом подаем в суд на этого инспектора, либо целиком на трудовую инспекцию. И таким образом рано или поздно вопрос решается. Но это возможно только именно в большом профсоюзе и в организации. Ну и вот то, что есть сейчас, вот как конкретно, что есть у нас в Санкт-Петербурге, ну и дополнительно к моему профсоюзу. Видите, такая желтая газета, называется «За рабочее дело». Вот. И тут вот чего? Желтевший. Желтевший, да. Потому что и год уже с лишним. И вот здесь вот уроки метростроя, написанные Бобиновым. Здесь мои координаты все есть. И почта, и телефоны, и тому подобное. И как бы здесь дано то, что нужно было делать метростроевцам уже больше года назад. Прямо целый план написан. При его выполнении возможно что-то случится. И вот метростроевцы попытались это делать. Они в течение двух месяцев, трех месяцев именно стали работать по плану. Но опять же не стали организовывать профсоюз. Они там стали просто писать коллективные письма. Но хоть какие-то коллективные действия они пошли. Они привели к тому, что им стали выплачивать зарплату. Но при этом попросили написать, что претензий нет. То есть отозвать вот эти вот вопросы по уголовным делам на работодателе и тому подобное. Ну и в итоге все пришло к тому, что метрострой находится еще больше в плачевном состоянии. Их руководителя посадили. Профсоюз сейчас организовывается. Но это все нужно было делать еще год назад. И вот потерян год. Предприятие еще в еще больше худшем состоянии. Но разговор опять же идет о том, что все равно надо. Вот и тут в этой газете написано, уже пожелтевшие, которые больше года. Первый пункт это объединиться в свой профсоюз. Только коллективные действия приведут к успеху. Ну и вот те примеры, которые я сейчас вам привожу, которые идут за последние 2-3 дня на Забоскоме, которые сейчас есть. Мы разобрали, да, только коллективные действия. И те, кто состоит в профсоюзе, имеют шанс хоть на какую-то справедливость. Ну и нельзя сказать, вот такая есть газета «Шахтер Донбасса». Это в декабре месяце проводилась целая кампания. То есть были встречи, круглые столы. Потом была сделана вот такая газета, где разъяснено, как, что и зачем поступать при той или иной ситуации. Хотя это другое государство, да, наш многострадальный Донбасс. Но все те же методики, о которых я сейчас разговаривал, о чем я говорю, все это привело к положительным результатам. И вот последнее, о чем сейчас упомянулись перед встречей, упомянули перед встречей, это то, что из-за того, что стали выплачивать зарплату шахтерам, именно рядом с этими шахтами в банкоматах не оказалось денег именно для выплаты всем зарплаты, потому что им массово начали выплачивать зарплату после того, как они прибегали просто к, ну не просто, естественно, в тех условиях, которые у них существуют, но к коллективным действиям. И еще надо понимать, что такое там коллективные действия, что такое коллективные действия здесь. То есть, если вы там приостанавливаете работу, сразу же приезжают люди с автоматами, начинают махать там перед носом и говорить, что это саботаж, у нас в военное время вы не имеете никакого права. То есть, то же самое, что было в 1915-16-17-х годах, когда бастовали рабочие непосредственно здесь, в городе Ленинграде, ну тогда, в Петербурге. В Петрограде. В Петрограде, извините. То, соответственно, тоже там то же самое творится спустя 100 лет непосредственно в Донбассе. Но они там бастуют, ну не бастуют, именно приостанавливают работу, ведут коллективные действия, объединились профсоюзы на каждой шахте, есть уже профсоюз от маленького до большого. И что мешает здесь, именно здесь в России, заниматься тем же самым, понять все-таки, что нужны коллективные действия, нужны профсоюзы, что за это вас не убьют и никуда вы не денетесь. То есть, даже та же перь профсоюза действий, когда тысячи человек одномоментно стали бороться за свои права, никто никого не уволил, профсоюзники наши, товарищи, которые возглавили эту борьбу, также продолжают работать, ничего с ними не случилось, вообще ничего. Все, спасибо. Есть записавшиеся на уступление. Товарищ Нарев, пожалуйста, вспоминаю, до пяти минут. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Ну, хотелось бы поблагодарить товарища Бобинова за хорошую лекцию. Но, тем не менее, остановимся на таком моменте. Вот товарищ Бобинов сказал, что когда его направит группа врачей на Российский комитет рабочих, он там не будет иметь решающего голоса, потому что он врач. Ну, вот я веду к тому, что рабочая партия России и Российский комитет рабочих, соответственно, они ведут такую линию, что решающий право голоса надо давать именно рабочим. То есть, таким образом искусственно втягивать рабочих в свою партию. Это, конечно же, неправильно. Почему? Потому что решающий право голоса надо давать всем, абсолютно всем, кроме представителей эксплуататорских классов. Особенно, если речь идет о раннем становлении партии. Российском Союзе композиторов тоже всем. Иван Михайлович, у вас будет слово. Да. Надо давать всем, абсолютно всем трудящимся, всем людям, которые получают трудовые доходы. Представителям эксплуататорских классов вообще, конечно, в рабочей партии делать нечего. Почему? Ну, потому что на ранних этапах нужно как можно больше привлечь в партию грамотных кадров. Если человек даже тот же композитор или художник, но при этом он предан делу рабочего движения, он знает теорию хорошо, он политически грамотный, ему нужно давать решающий голос. И таким образом, что в итоге произойдет? Даже если это маленькая партия, сколько там, ну, у вас там вроде 200 сейчас человек, даже если там 200-500 тысяч человек, если они даже, там ни одного рабочего нет, если они выдвинут правильные лозунги, то когда рабочие движения начнут набирать обороты, эти рабочие массово пойдут в эту партию. И таким образом, в конце концов, получат себе решающий правый голос и большинство рабочих руководящих органов. Поэтому тактика такая, что вот так вот, пока нет ни рабочего движения, сплошь глуша реакция, повсюду еще кого-то там выгонять из партии, говорить, вот вы нам не подходите, вы там не подходите, нам нужны рабочие. Это неправильная позиция, потому что она не только отталкивает людей и все, а надо наоборот привлекать кого угодно и задействовать вообще любые средства агитации и пропаганды. Привлекать как можно больше людей, а потом, конечно же, если эта партия действительно рабочая, она очистится и, ну, те, кого не надо, вымойт, а кто надо, останется в руководящих органах. Ну и под конец скажу, что я не помню такого у большевиков, чтобы они говорили, что вот мы руководящие места даем только рабочим. Не помню ни одного такого лозунга. Может, я ошибаюсь, может, меня поправили. Спасибо. Так, товарищ Герасимов, пожалуйста. Товарищи, много чего хотелось сказать, но придется разматывать начинать с конца. Ну и по поводу, значит, того, что должны иметь право голос не только рабочие. Значит, по мере наращивания опыта своего коммунистическое движение, оно обогащается своими поражениями, становится от этого сильнее. Вывод из поражений. А суть-то поражений в том, что коммунистические партии, включая тогон вообще коммунистической партии, это российских большевиков, русских большевиков, они раздражились. И вот здесь надо понимать, что у человека за стороной, у человека за станком имеются различные интересы несколько. Они могут не совпадать, а иногда могут быть даже противопорожными. Поэтому это политическое ноу-хау, можно сказать, нашей партии. Оно сопоставимо по своему значению, я считаю, с тем, с открытием русским рабочим красам советов, как органов расти, избираемых по заводам и фабрикам. Парижская коммуна такого опыта не дала. И вот еще летом 1917 года в работе государства революции Ленин пишет, что в органах власти, значит, должны сведения зарплаты к уровню рабочего, выбранность в любое время и совмещение законодательных исполнительных функций, глядя на органы власти будущего. Но вот как показал опыт Советского Союза, вот у нас все это было вплоть до 1991 года, и тем не менее это не уберегает от вот этих факторов, от раздражения и от реставрации капитализма. Точно так же партию не уберегает и вот все это твердость, кто будет судить о том, кто тверже, кто сразу же, там быстренько набегут самые твердые, самые умные, в кавычках, и займут все руководящие места, как это было ранее раз. Вот, теперь просто принято, товарища Бобина, вот тоже вот начну с конца, значит, по Донбассу. Там не совсем верно, Григорий Ильич Славович, отразил. Во-первых, конечно, никакие круглые старые здесь ничего не повышали. Повышало создание профсоюза, независимого профсоюза шахтеров Донбасса. Там участвуют люди-шахтеры, бывшие шахтеры, в том числе и здесь, в Ленинграде. И что можно сказать? Как раз вот эти случаи с автоматами и прочее, они имели место, когда там бегали так называемые черные кошки. Черная кошка – это, как мы знаем, дикая забастовка, которая без подготовки стихийно доведенными до отчаяния трудящимися производится. Сейчас, когда вот люди стали писать заявление о приостановке работы, кстати, вот в гадете «Шахтер Донбасса», которую товарищ Бобинов здесь показывал, здесь имеется образец заявления на приостановку работы в связи с невыпратой зарплатой, с памяткой, как его надо оформлять и что с ним дальше делать. И, соответственно, когда люди грамотно стали это писать, сначала на шахте Скачинского, а буквально вот вчера и на Засядько, вот что называется, враг дрогнув, никаких там автоматов не было, а вот были банкоматы, которые действительно остались без денег. И Центробанк ДНР там дает пояснение, что это в связи с неплановой выплатой зарплаты. А в Неплановой заключается в том, что на Засядько заплатили за поле января, пока еще только этого Непланова, то есть план какой-то у них был хитрый. Но эти планы пришлось нарушить. Вот. Ну а что касается по поводу, значит, вот Григорь Вячеслав здесь говорит, ФНПРовский механизм такое, словосочетание, употребил. Надо сказать, что этот механизм, он абсолютно общий для всех профсоюзов, а чего жертеют профсоюзы? Они жертеют от того, что по мега роста профсоюзов у них появляется казна, у них появляются люди освобожденные, а вот чего не может понять товарищ наш молодой, это то, что еще раз у людей, у станка, у людей за столом сидящих, разные интересы. И отсюда так, причем это объективно даже. Вот, скажем, руководство профсоюза освобожденное имеет зарплату, равную средней зарплате рабочих. Это справедливо? Безусловно. Руководство профсоюза заинтересовано в том, чтобы поднимать среднюю зарплату рабочих. Но, что тут получается? Среднюю зарплату рабочих можно поднимать как за счет увеличения расценок, так и за счет выхода в сверхурочное. И получается, что совершенно объективно руководство такого профсоюза заинтересовано в том, чтобы рабочие больше работали сверхурочно. От этого больше будет зарплаты у рабочих, больше зарплаты у них. Они-то больше работать не будут. И более того, в, скажем, в профсоюзе докеров, если, скажем, 10 лет тому назад, там в 7 часов утра можно было прийти, с 8 там работа начиналась. Там уже сидит Тимофеев, он там принимал людей и так далее. Ну, по 8-го он точно там сидел. И, соответственно, после работы там в 17-18 часов там всякие баталии сховестные, то-сё, дискуссии, чай пьет народ. Ну, а потом позже там старый уже и рано там приедет, и в 4 часа уже никого нет, а то и в 3 даже. Я с этим столкнулся, туда бы газету не завести. То есть, говоришь там, ребята, ну, мне после работы надо газету к вам бы заедать. Да, мы с удовольствием, но у нас там 3 часа уже никого нет. Вот, то есть, это вот разница вот такая интересовая, она существенная. И поэтому профсоюзы гниют, и надо сказать, что ни одного профсоюза, вот, возникшего долговременного практически, мы не назовем. Но это ещё хуже. Профсоюзы, с ними происходят такие метаморфозы, которые, в общем-то, профсоюзы становятся токсичными. И они становятся не профсоюзами вовсе, а такими организациями, которые работают на работодателя. И здесь-то работаны определённые технологии. Ну, во-первых, это накрытие профсоюзов партийными шапками. Вот какой шапкой накрыт ФНПР, так называемая Федерация независимых профсоюзов России, которая в своё время называлась независимыми, что-то якобы мы из-под КПСС ушли. Ну, и сейчас мы все знаем, что это накрыто партией. Единая Россия. Вот, вторая крупность объединения профсоюзная КТР, она накрыта справедливой Россией. То есть, всё это про эти шапки. И получается, что вот на предприятии, и плюс к этому, в последнее время ещё такая гниростная совершенно появилась тенденция, это вносить в устав профсоюза, что правкомы, председатели правкома не формируются, как раньше формировались, правдруппорога переизбрали в подразделении, он входит в правком автоматом и становится правонаправным членом правкома. Нет, сейчас правкомы, председатели избираются на конференциях на год, а то и на пять лет. И это получается, вот мне вот говорят, ты вот там борись, а если ты авторитета не имеешь и не можешь конференцию созвать досрочно, как тогда ты будешь? Я говорю, ну если я такой авторитет имею в коллективе, что я могу созвать конференцию, я имею там соратников, ну зачем мне тогда этот профсоюз вырошить? Не проще ли нам тогда с соратниками в свой профсоюз объединиться? Получается так, что я должен организовать конференцию вопреки воле директора генерального, который член профсоюза, разумеется, и вопреки председателю правкома, и вопреки всему правкому, и вот бороться с ними всеми для того, чтобы как-то там созвать конференцию. Ну это вот так сказать, то есть профсоюз, и конечно эти люди все, они выступают за директорами, всегда подвергнут, что вот нет денег, для того, чтобы больше получать, надо больше работать, а ты тут воду мутишь, ну и так далее. То есть это фактически уже не профсоюз. Или скажем вот опять же о накрытии партийной шапкой. Вот был американский такой профсоюзное объединение, американское ФТКП, Американская Федерация Труда, Конгресс Производственных Профсоюзов. Раньше это были два когда-то объединения, еще в 30-х годах, потом после войны они объединились в одно. И надо сказать, что в 30-х годах в Америке был такой розум модный, а американизм 20-го века это коммунизм. То есть профсоюзы эти были правильные, они правильную линию вели, но потом их накрыли шапкой, с ними поработали, и вот что мы видим? В Польше, в ТКПП, под предрогой международной солидарности трудящихся, создает профсоюз-солидарность, вроде как под названием профсоюз. А что это была за организация? Было ли это объединение работников? Внешне это выглядело как объединение работников, которые вот бьются за свои права. А что они добились? Из реставрации капитализма и того, что Даньское судоверх имени Ленина, где они начинали все это движение, оно закрыто, насколько я понимаю, там сейчас набережная, и по ним планируют господа, чисто одетые. А у рабочих там все кончилось. Так что вот поэтому это надо понимать, что это тоже не профсоюз. И опять же вот эти так называемые органайзерские профсоюзы, когда какие-то люди молодые, значит энергичные, явно с какими-то коучами пообщавшиеся перед этим, ходят, создают профсоюзы, но чьи они? Чьей партийной шапкой они накрыты? И профсоюзы ли это будут, то, что вот они создают? Или это не профсоюзы, это какие-то организации, пытаются там рабочих как-то увести из-под влияния или как-то еще? Вот это вот вопрос большой. Значит, ну и последнее, конечно, не надо стесняться говорить о партийности профсоюзов, и надо накрывать профсоюзу своей коммунистической шапкой. И вот может быть даже, хотя профсоюз с одной стороны вроде бы более примитивная форма организации трудящихся, но вот может быть, и наши товарищи вот на местах это чувствуют, может быть, надо не грех начать из того, что на предприятии сначала создать ячейку рабочей партии России, а уже потом начинать, так сказать, уже имея хотя бы двух, тверд, четырех там достаточно человек убежденных, уже с которой, так сказать, имеют там все-таки члены организации, уверенно себя чувствуют, а уже начинать к этому ядра организовать профсоюз. Это ничего страшного нету. И надо понимать, что всех профсоюзов партийные и беспартийных профсоюзов не бывает. Вопрос, какая партия их накрывает, и это должна быть партия рабочего краса. Спасибо. Так, заключительное слово, Григорий. Вопрос есть? Нет. Все растолковали, ясно. Ну, понятно, аналогии не особо хороши, но из своей жизни насчет решающего права голоса, там, рабочие, нерабочие. Вас это очень стесняет, что вас не совещает на голос только? Да вообще не стесняет. Я просто расскажу из собственного примера. У меня отец, он работает с 12 лет. Сейчас ему 70, продолжает работать. И он был и банальным рабочим, понятно, и с Трухолем, и разнорабочим, и чернорабочим, и потом закончил вечерку, и стал мастером участка. И я вот его спрашиваю, «Батя, скажи, пожалуйста, но ведь ты вот закрывал там наряды рабочим, ты же реально вот получал на 40 рублей меньше, чем рабочий, то есть у него зарплата была, допустим, 180, у рабочего 220. Но это же вот по тем временам просто несметные деньги такие вот. 40. Почему ты в рабочие не шел? Нет, мне в рабочие не надо. То есть даже получая меньше на 40 рублей, он, зная о работе рабочего с 12 лет, он туда не стремился вообще, он был мастером на дороге. И его вот это, и он понимал, что такое, да, он там презрительно называл этих рабочих, ну что гегемонно, то есть представляете, да, он работал на предприятии ДРСУ, то есть он, ремонт строительства дорог, к нему отправляли этих 15 суточников, потому что там невозможно было работать на условии труда, самые такие ужасные, постоянно свет, этот дождь, ветер и тому подобное. Вот эти 15 суточники, которых он называл гегемон, и иногда приходилось применять физическую силу, чтобы хотя бы план хоть как-нибудь выполнить. Но он не стремился даже близко снова стать рабочим. Это к вопросу о том, что тяжело находясь даже вот на должности, и когда ты даже пьешь вместе с ними водку, и находишься в одном вагончике, и едешь в одной и той же летучке, разница уже есть между вот этим рабочим, который на лопате с этим асфальтом, и вот буквально мастер всего лишь на звено. И ты не понимаешь, вернее, ты понимаешь, если там был, и туда вернуться не хочешь, и у тебя совершенно другие интересы. Про себя могу сказать. Я врач скорой помощи, я был заведующим, проводилась соут в 15-м году. Я заведующий, и в то же время на линии, то есть я там на ставку заведующий, на пол ставки на линию, потому что работать надо, по коллективу надо помогать, ну вот у меня такие убеждения. И находясь на линии, даже будучи врачом, я пропустил, прошляпил такой момент про диспетчеров, то есть им сняли вредность. Вот диспетчерам сняли вредность. Я ходил, думал, ну то есть, ну чего вы там диспетчера делаете, звонки принимаете, одно дело вот на линии, мы там дождь, снег, слякоть собочин собираем этих пострадавших, там все в крови постоянно, постоянно при стрессе. Вам-то чего? Ну я потому что не был в их шкуре. И я упустил этот момент, и только после того, как ко мне подошли диспетчера и сказали, ну что это вообще творится-то? Почему у нас вот это? Только после того, я чего-то там понял и принял, и только после того, как вот на меня, меня сейчас последние два года напихали теории, я только сейчас вот встав на их, в их ситуацию, но все равно не ощутив это, все равно одно дело встать, а другое дело находиться в этой ситуации. Я просто даже со своими там коммунистическими убеждениями пошел против именно низшего звена, потому что я их не понимал. Поэтому я, в принципе, приезжаю на Российский комитет рабочих и не должен обладать правом решающего голоса, потому что я, как врач, все равно нахожусь не в тех условиях, в которых находится рабочий в горячем цеху или которые стоят у станка там по 8, по 12 сейчас часов, это нормально. У меня совершенно другие условия, и я был в этих условиях, когда я был в этих условиях, я служил в стройбате, то есть я полтора года был на лопате, я копал траншеи по 4 метра глубиной, и я знаю, что это за работа, я не хочу опять в эту траншею, мне все равно лучше, и поэтому вот этот вот рабочий в траншею, которая копает 4 месяца и должен обладать правилом решающего голоса, а не врач скорой помощи, даже пусть у меня такая вот грязная и такая сумасшедшая работа, постоянный стресс, но все равно это другая работа. И вот этот вот пласт рабочих и должен всех поднять, включая меня, и я им должен отдать, а я рядом должен помочь. И вот этот вот разговор о том, что теорию хорошо, так вот после того, как я теорию хорошо сейчас знаю, я и не стремлюсь, чтобы быть этим решающим голосом. Ну, а по поводу органайзинга, Иван Михайлович, по поводу органайзинга, то, что органайзингом называется сейчас, у нас настолько сейчас все перемешано, и мы сейчас находимся на такой низкой стадии развития рабочего движения, что именно чистых органайзингов, то, что по классике, я не знаю, а сейчас они органайзингом называют именно все-все-все-все-все-все. То есть, если ты органайзер, то ты любую работу, даже будучи непосредственно в коллективе, непосредственно это назовешься органайзингом, потому что ты вот испытываешь вот этот вот момент. Ну, я про что и говорю. Не надо путать органайзингом. Да, да, да. Поэтому, если вы сейчас вот на скидку назовете чистых органайзеров, именно то, что подразумевают люди-органайзеры под этим словом, то их такие единицы, и по большому счету, именно в масштабах страны они сейчас никакой силы не представляют. Но опять же, разбираться надо, что, еще раз повторюсь, ваши интересы, по большому счету, никто не защитит. То есть, вы, находясь в организации, находясь на производстве, вы должны защищать свои интересы. А люди, которые приходят со стороны, ну, чаще всего оказывается, что у них свои интересы. Да, они могут быть помочь, еще что-то сделать, но вы должны именно организовывать профсоюзы и ориентироваться на себя, именно на свои интересы. Вот такие дела. Спасибо, Григорий Славович. Спасибо. Так, встречаемся в следующий четверг. Тема лекции «Мораль и право. Классовое основание». Читает лекцию доктор философских наук профессор Владимир Петрович Огородников. Через неделю встречаемся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok